И она все ответила, на каждую притязь. Деление на раннее и позднее творчество, где раннее творчество считается гениальным, и позднее, которое уже принято гораздо больше критиковать. Именно зависть является основой всего зла на свете, от самого его оскорбления. Чего только не говорили? Я не могу назвать кинематограф Рязанова кино. А вы когда-нибудь не принимали выбор кого-то из ваших детей? Да? Господи, за что? А надо спрашивать, господи, зачем? Чтобы ты проснулся. Ты хочешь, чтобы тебя там любили? Ты хочешь, чтобы тебя тут любили? Это инфантильность, тусовочная инфантильность. Она может быть милая, обаятельная. В стране Жуковка можно прожить всю жизнь. Мне приходилось его оскорблять так, чтобы другой бы не выдержал. Вы с ним в какой-то момент разошлись, для вас это был чуть ли не удар. Это был, в общем, удар серьезный. Это правда, что она была в вас влюблена? Я думаю, да, но это обязанность всех актрис, чтобы они хорошо работали. Я могу идти, может быть, по ошибочному пути, но это мой путь. Скептики, которые рассуждают о масштабе личности Михалкова, часто идут двумя путями. Первое – это обласканность властью. Мне по этому пути неинтересно идти, потому что, мне кажется, даже вашим недругам очевидно, что ваши убеждения очень искренние. А второй путь – это деление на раннее и позднее творчество, где раннее творчество считается гениальным. Просто нет другого мнения. И позднее творчество, которое уже принято гораздо больше критиковать. В целом, такая довольно типичная история. Вот, например, Рязанов советского периода и Рязанов 90-х. В 90-е, когда стало «Можно все», у него почему-то не получилось. Что-то случилось. Вы согласны с этим, что уже «Небеса обетованные» – это не тот Рязанов, которого мы так любили, который снимал одно гениальное кино за другим. И вот когда была эта советская цензура, почему-то у него получалось лучше. А когда стало «Можно все», вот в эти лихие 90-е что-то пошло не так. Есть звери, которые размножаются только в неволе. Кстати, к вопросу о Рязанове. Вы сыграли в двух его картинах. Такой был плодотворный и очень успешный творческий тандем. Но в какой-то момент у вас произошел конфликт. И вы разошлись серьезно с ним. Да никакого конфликта не было. Он был среди тех, кто уходил из Союза, организовал свой Союз, говорил про узурпацию власти. Я когда стал первым представителем Союза, я написал первый приказ об увеличении зарплаты моей в два раза. А второй приказ о передаче моей зарплаты в Дом ветеранов кино. Опубликовали только первый. Ну, чего вы хотите? Он не согласился с тем, что вы остались руководить Союзом кинематографистов, когда избрали Хуцеева? Это был дворцовый переворот. Абсолютно. Вы понимаете, какая вещь? Я ничего и никогда не получал в Союзе кинематографистов. Ни зарплаты, мне ничего не надо. Ни машины, я даже не бизнес. Мне ничего не надо от Союза кинематографистов. Я пришел туда, потому что пришедшие туда молодые ястребы. В Союзе было 70 миллионов долларов на его счету. А ушли они с долгами. Я пришел туда, потому что они просто превратят его в гнездо либеральное. Это так и было. Там проводились все митинги по поводу Ельцина и так далее. Я только пришел не из жажды власти. Какая там власть? Да, я абсолютно железно определил вектор. Все, что я говорю в бесогоне, в интервью, я сказал это. И вы очень последовательны, это правда. Я сказал, вы поймите, если кто-нибудь из членов Союза вот это увидит и подаст в Министерство юстиции, все ваши решения будут отменены. Ну вот, это закон. Мне предъявили 14 претензий. На каждый есть ответ. Вместо того, чтобы собрать ангажированных и готовых, я собрал весь Союз. Весь. 4 тысячи человек. Все эти 4 месяца отца моего оскорбления. Чего только не говорили. И я ждал, что хоть что-нибудь может быть проявится. Ничего. Мы были готовы к ответу на все. И я на все ответил. На каждую претензию. С документами. Со свидетелями. И когда из 4 тысяч человек 3600 за меня проголосовали, что значит какая власть? Я не хотел и не мог себе позволить, чтобы таким способом я ушел из Союза. У Лизанов, который оказался в этой компании, он, так сказать, там, ты хочешь быть царем кино, но все это, так сказать, несерьезно. Он был умный режиссер. Он брал очень хороших артистов и давал им свободу. И они гуляли и радовались тому, что они делают, и это получалось. Я не могу назвать кинематографа Рязанова кино. Это для меня не кино. Кино – это пластика. Кино – это совсем для меня. Кино. Не драматургия, диалоги, крупный план сюда, крупный сюда, смонтировали. Все получается. Драматургия хорошая, весело смотрит. Но кино – это другое. Кино – это живая вещь. Мне кажется, в «Вокзале для двоих» это есть. Нет. А какой у вас, кстати, любимый фильм Рязанова? Хит – это с легким паром, где совпало все с точки зрения замечательной драматургии. И очень хорошего исполнительского мастерства. Но если вы хотели бы меня понять, когда я говорю про кино, кино – это другое. Кино – это дыхание. Кино – это музыка. Но душевное, простое, понятное кино тоже должно быть. Я же не говорю, что не должно. Я говорю о том, что я не называю кино. Я не говорю, что это плохое кино. Но это для меня не то кино, которым я называю кино. «Бэрдмен» – это кино. «Крестный отец» – это кино. Одна история взрыва машины или сцена, одним куском снятое избиение на улице. Когда по коридору везут Марлона Бранда вместе с капельницей по пустой больнице – это кино. Оно наполнено той образностью, которую нельзя потрогать руками. У Рязанова хорошие артисты, играли хорошие друг у друга, и получалось очень хороший фильм. Я бы отдал предпочтение слову «фильм», но не «кино». Кино – это волшебство. Кино – это живое, оно мстит. Как вы относитесь к Балабанову, у которого вы тоже, кстати… Я очень люблю его. Я не все картины его люблю. Он странный, но он очень цельный, парадоксальный. Я даже не видел, когда он работает с актуальными. Он со мной вообще не работал. Мы договорились с ним. Он хотел, чтобы я играл человека в кожаном пальто. Я говорю, давай сыграй ему «Диот», Вадик. Ну что там, мамка, заругай. Давайте, езжайте, ей-богу, обозрётесь ещё раз. Вот при ребёнке, говорю, огорчусь. Я предложил ему этот характер. То есть не серьёзного мафиоза, а такого… То есть довести до абсурда чуть-чуть у вас. Да, да. И мне было это интересно играть. Он замечательный режиссёр. Он делает кино? Да. Делал? Да. Особенно это кино в «Братья-2». Ну и редкий случай, когда продолжение не хуже первой части. Это практически в мировом кино единицы. Да. Но у Балабанова же, кстати, нет каких-то больших наград. Хотя есть мнение, что один из главных режиссёров. С своей эпохи так точно. Я согласен с этим мнением. На сегодняшний день кого бы вы назвали главными режиссёрами российскими? И чьи творческие успехи вы всячески поддерживаете и считаете, это серьёзная, крутая работа? Я считаю это очень талантливым Крыжовникова. А что вы, кстати, сейчас думаете по поводу вот этого хайпа вокруг слова «пацана»? Ну, хайп. Всегда есть хайп. Жёсткая, правильная картина про время. Кого-то зарезали, решили, что это из-за этого. А тут парень, оказывается, и не смотрел эту картину. Нет, но Крыжовников серьёзный, думающий и очень профессиональный, на мой взгляд, режиссёр. Новая картина «Аня Меликян». Мне кажется, такой шедевр маленький. Там, кстати, очень хорошо, замечательно играет Анна моя. Просто безукоризненно, невероятно. И, так сказать, я всегда с пристрастием смотрю. Ни одной дырочки, ни одной щели нет. Всё так тонко. Мне понравилась картина «1993». Картина Велединского. И, кстати, если говорить про кино, «Аня Меликян» — это кино. Чёрно-белое — кино. Приятно наблюдать, как по-настоящему классные компании, несмотря на все кризисы, продолжают устойчиво развиваться. В этом году экосистеме МТС исполняется 30 лет. В честь этого праздника ребята устраивают масштабный розыгрыш, где у каждого есть возможность получить крутой подарок или выиграть суперприз. В преддверии Нового года это как нельзя, кстати. Среди призов, ради которых я бы точно стала участвовать в розыгрыше, подписка на книжный сервис «Строки» на 6 месяцев. Я уже рассказывала, что пользуюсь им регулярно, читаю литературу и слушаю аудиокниги. Это очень удобно. А ещё ребята подготовили потрясающие суперпризы. Один из них — встреча и автограф-сессия с писателем, например, Александром Цыпкиным. Среди других суперпризов — подарочные карты от МТС Лайв, телевизор, смартфон, путешествия мечты и даже автомобиль. Такое нельзя пропустить. Чтобы принять участие в большом розыгрыше от сервисов экосистемы МТС, получить гарантированный приз, а также шанс выиграть суперприз, переходите на сайт розыгрыша. Там же можно узнать более подробно обо всех подарках и условиях конкурса. Исполняйте свои мечты вместе с МТС. Ссылку на сайт розыгрыша оставлю в описании к этому видео. А как вы относитесь к Климу Шипенко? Я очень люблю его. Мне кажется, он перебирает в количестве. Это, может, и неплохо, но... Гляньте, какие хиты делает. Что-то он понял про русскую душу. Он очень хороший режиссёр. И, кстати говоря, там огромный успех, я не знаю, как второй, первого холопа. Совершенно замечательно рассчитанная картина на настроение народа, которое терпеть не может мажоров и ненавидит олигархов, и с огромным наслаждением смотрит, как порят наглого засранца. Это народная мечта, которая сбылась в кино. Как часто вы сталкивались с тем, что вас называли мажором? Вы всё-таки из такой семьи, да? Никогда. Понятно, что вы всем всё доказали. Всё равно вы человек из не просто известной семьи, самой известной семьи в стране. Это такая династийность эталонная. Радед художник Суриков. Отец великий советский писатель Сергей Михалков. Брат Андрей Кончаловский. Первая жена Анастасии Вертинской. Ну тут куда ни посмотри, это просто... Везде кошмар. Я в школе наврал, что меня нашли в развалинах, что я не Михалков, потому что меня били всё время. Я был пухлый, и это тоже вызывало раздражение. И учительница сказала, да. Я говорю, да, да, нашли в развалинах. У меня совсем был младенцем. Мне было, наверное, два месяца. Учительница очень была расстроена. Мама моя сказала на родительном собрании, что я понимаю, конечно, воспитывать чужого ребёнка. Она говорит, что... Ну, дальше меня пороли за это ремнём. Меня часто пороли. А вы своих детей пороли? Да. Всех? Всех. На этом передаче закрывали. Сейчас все очень проработанные. Много говорят о том, что много детских травм было из-за того, что старое советское воспитание было таким суровым и беспощадным. Интересно то, как выглядел ваш быт. Вроде бы советское время. Но мне даже Дарья Донцова была у меня на интервью. Она рассказывала про писательские посёлки. Такой почти помещичий быт. Кинематографично практически это выглядит. И вот у вас тоже был такой быт. Вот Хуанита, нянечка испанская. И что вы долгое время даже разговаривали на каком-то гибриде испанского и русского языков. Так что отец вас не понимал. Вы жили такой очень особенной жизнью для советского ребёнка. Ну, конечно. Я не мог понять, за что учительница меня разозлилась, когда я сказал, что я опоздал в школу. Потому что Рихтер всю ночь барабанил по роялю и порвал две струны. Если бы не воспитание и отношения в семье, конечно, мы могли вырасти чудовищами. Ну, вот как раз мажорами. У нас вообще отсутствовало спекуляции фамилий. Вообще. Я никогда не видел матери, которая ничего не делает. Она или вязала кому-то из детей, что-то перешивала, она или готовила. Она узнала, как делаются круассаны. Она делала круассаны. Она всё время была в работе. В какой-то ровно. Она всё время занималась делом. Я никогда не видел её непричесанной матери. Если она выходила из комнаты, она выходила уже причесанной. Не накрашенной, но причесанной. Прибранной, что называется. То есть это был уклад, так сказать, довольно строгий уклад. Большой, так сказать, дворянской, я бы сказал, семьи. Мы были воцерковлены с детства. К матери приходил священник. Когда мы его отца вызвали в ЦК и сказали, Сергей Иванович, вот мы узнали, что к вам ходит священник. Как-то, вы знаете, мы от Верховного Совета. Он говорит, вы знаете, моя жена старше меня на 10 лет. Когда умер Ленин, ей уже было 14 лет. Но вы хотите, чтобы я её переделал? Она старше меня вообще. Я могу развестись? Нет, нет, нет. Я думаю, что если бы не воспитание в моей семье, то, которое было, то и мои дети выросли бы говном таким, чтобы быть здоровым. Покупали одежду, чтобы носить, а не чтобы показывать. И это было во всём воспитании. Вы также говорили, что ваша семья, особо с детьми, никогда не сюсюкались. Никогда. Абсолютно. А какие тогда это были отношения? Очень взрослые. Там не было, нет, ты никуда не пойдёшь. Вот этого. Когда Аня приготовилась, что я вспылю, долго готовилась, пришла ко мне и сказала, что она любит молодого человека, и что она хочет уйти, с ней жить. Она была настолько напряжена и готова начать со мной спорить, плакать, умолять или что-то ещё. И я ей сказала, хорошо? И она так обалдела. Что, хорошо? Просто помни, как тебя зовут. Это первое. А второе, присмотрись к этому человеку получше. Дальше поймёшь всё сама. И она разревелась от того, что вся её энергия, которая была готова на борьбу, она слилась. А вы когда-нибудь не принимали выбор кого-то из ваших детей в вопросах спутника жизни? Да, но никогда не мешал. Потому что понимал, что если я помешаю, то будет только хуже. Но это жестоко их наказывало. То, что они делали этот выбор? Да. Вы сейчас про Надю? Да. А вы ей своё мнение транслировали, что этот выбор вам не близок? Нет. Но она это понимала? Нет, поначалу. Я просто понимал, что, так сказать, декоративное обаяние грузина всё равно перешивёт все мои слова. Но когда настал момент, я ей сказал, всё, терпеть, ты будешь терпеть всё. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то как не стыдно. Ты должна это всё пройти. Это твой путь. Но из него ты выйдешь другим человеком. Она вышла другим человеком? А когда ваш отец в 85 лет решил жениться после смерти матери, вы поддержали это решение? Конечно. Женщина, которая его любила, Юля ему сохранила лет 17 жизни, я так полагаю. Она реально им занималась, она реально посвятила свою жизнь ему. Вы своей нынешней жене когда-то сказали, ты не будешь никогда на первом месте, на первом будет работа, потом друзья и только потом ты. Потом всё остальное. Потом всё остальное. Но всё остальное, включая... Да. Да, это так. У жены должно быть своё дело для того, чтобы она не занималась твоими делами. А это правда то, что когда вы были женаты на Вертинской, вы дрались с её поклонниками? Очень много. Я провёл в милиции столько времени, у меня всё сбитые костяшки. Ну а почему драться-то приходилось? Ну потому, ну, слушайте, это же, так сказать, вещи, которые уж в нашей стране возникают неожиданно, очень увлекательно. Время – самый ценный ресурс. Именно поэтому я стараюсь грамотно оптимизировать все процессы, связанные с работой, чтобы как можно больше времени проводить с семьёй. В этом мне здорово помогают цифровые сервисы для бизнеса от Альфа-банка. Все дела можно вести онлайн, необходимости посещать отделение банка нет. Текущие счета и платежи, а также бухгалтерия и юриста находятся в одном месте – в интернет-банке приложения Альфа-бизнес. Интерфейс прост и понятен в использовании. В режиме онлайн можно открыть счёт, оформить кредит, подключить дополнительные сервисы и услуги, получить оперативную поддержку и в два счёта оптимизировать все рутинные процессы. Удобно – нереально, потому что за всем этим во многие другие банки нужно идти лично. Сегодня команда Альфа-банка делает лучшие диджитал-продукты и предлагает самые выгодные решения для бизнеса. Альфа-бизнес на 100% история про качество, скорость и сервис. С помощью интернет-банка и мобильного приложения легко управлять своими счетами, осуществлять переводы физическим и юридическим лицам и быть уверенным, что служба поддержки ответит в режиме 24 на 7. Всё лучшее просто. Переходите по ссылке в описании, становитесь клиентом Альфа-банка и получайте доступ к лучшим цифровым сервисам в стране для комфортного ведения бизнеса. Многие артисты последние два года очень сложно ходили на интервью. Уже в целом все готовы говорить и про творчество, и про жизнь. Но два года назад было очень сложно. Людей можно понять. Никто себя не хочет навредить. А почему это может навредить? Вы сами недавно на одной из пресс-конференций рассказывали, что Олесю Железняк отказываются снимать. Ну, навредило же ей это, навредило. Ни этот человек, ни продюсер, ни режиссёр в этой ситуации не должны работать. Должна работать Железняк. Представьте себе в 1941 году такую ситуацию. Как? Это неправильно. Сегодня настоящая правда, вот правда такая, совсем правда, она там, где жизнь и смерть вот тут совсем рядом. Мы от политики далеки. Мы не знаем, как всё есть на самом деле, потому что здесь пропаганда, там пропаганда. Нам никто данные гостайны на стол не положил. Мы не хотим быть жертвой манипуляции. Мы лучше от этой темы будем держаться в стороне. И людей же можно понять. И артистов, и любых медийных деятелей. Человек совершенно в этом не разбирается. Ему со всех сторон говорят, ты жертва пропаганды. Он не интегрирован в эти процессы глубоко. Это же нормально думать о себе и о своих интересах. Самое правильное, что он может для себя сделать, это обезопасить себя, отойти от этой темы. Правильно. Но он живёт в безвоздушном пространстве, и для него это полное откровение. Вы же можете понять человека, который во всём этом информационном аду принимает решение просто отстраниться от этой информации? Нет, я могу это понять и не могу этого принять. Я не виню, скажем, этих молодых людей, потому что они жертвы 30-летнего образования, которое у нас было, и 30-летнего соблазна стать, как другие. Нам открыли окно в Европу, а нам в это окно запиндюрили ассоциационный шланг. И три атмосферы запустили нам всё то, что там уже не нужно. Слава Богу, что всё-таки глубинный народ, он пусть не сразу, но разбирается уже, что хорошо, что плохо, что хочется, что не хочется. Русскому человеку расхотелось видеть на экране себя говном. Ну, расхотелось, не хочется. Ты должен сделать выбор. Ты хочешь, чтобы тебя там любили, ты хочешь, чтобы тебя тут любили. А всегда ли надо делать выбор? Всегда. Однозначный выбор можно делать тогда, когда ты абсолютно уверен. Значит, ты должен достичь момента, когда ты абсолютно уверен. Обстоятельства заставляют тебя притормозить, оглядеться и вдруг подумать, что не будет никогда так, как было, а тебе этого очень не хочется, чтобы было по-другому, чем как было. Потому что ты много зарабатываешь, ты популярен, ты талантлив. Тебя приглашают на корпоративы, тебе платят налом. Ну, все замечательно. Ты делаешь поправку на то, что сейчас туда поедут люди, которые будут умирать. Вы понимаете, это инфантильность, тусовочная инфантильность. Она может быть милой, обаятельной. Ну, как у вас в «Воробе любви». Милый, я знаю, вы хотите жить в привычном и приятном для вас мире, но его уже нет. Вы не представляете себя даже. Понимаете, рождается новый мир, строится, страна, вы. Ведь тысячи людей погибают. Ну, а вас душит сумасшедшая скука. Милый, чудный, непонятный Виктор Иванович, вы просто ревнуете меня к Максакову. В «Воробе любви» людям, которые там находятся, им абсолютно не о чем разговаривать. И людям, которые здесь сегодня, вот в этой инфантильной тусовке, им есть о чем разговаривать друг с другом, но они существуют в абсолютно замкнутом пространстве. И не с одним человеком, который ходит по улице за пределами Садового кольца, где-нибудь в Костроме, им разговаривать не о чем. Не о чем. Существует страна Москва, страна Рублевка, страна Жуковка, Санкт-Петербург. Это страны. В стране Жуковка можно прожить всю жизнь. Ходить в гости друг к другу. Заборы высокие. Все свое. Караоке, рестораны. Можно просто жить в этой стране и абсолютно даже не думать о том, что где-то что-то, как-то, какое-то. Но если вдруг сжахнуло у соседа и загорелся его дом, а теперь начинает гореть твой, у тебя первый вопрос, Господи, за что? А надо спрашивать, Господи, зачем? Чтобы ты проснулся. В «Робе любви» долгое время события развиваются так, что съемочная группа живет как бы вне политики. В каком-то смысле фильм, он не то что пророческий, видимо, сюжеты повторяются. Да, мы все фильмы так или иначе. Вы посмотрите «Солнечный удар». Мановок последний на барже. Поручик. Я не хотел к чему прикасаться. Что, я не видел ничего? Венил. Я что, не понимал? Понимал. Касаться ничего не хотел. Когда его мальчик спрашивает, вот учитель у нас, говорит, что Бога нет. Что ему отвечает поручик? Он говорит, слушай, во что человек видит, то и есть. Я говорю, как? От обезьяны? И царь от обезьяны? И вы от обезьяны? Ну, вообще-то мне не хотелось бы. Он уходит от этих ответов. И после этого этот мальчик, которому он не ответил, его топит. От этого никуда не деться. Никуда. Мы единственные, кто встали, полный рост, скажет, стоп, стоп. Мы другая цивилизация. Вы можете рублювку назвать цивилизацией? Ну, это представители элита. Они есть в каждой стране, в каждой цивилизации. Что вы называете элитой? Кто элита? Часть людей, которые имеют доступ к ресурсам, и люди, которые определяют, так скажем, общественное настроение. Нет. Элита не те, кто имеет доступ к ресурсам. К ресурсам имеют доступ те, кто вовремя оказались около трубы или около золотых приисков, и которые, так сказать, просто нормально зарабатывают и отправляют бабки туда. Вы сейчас упомянули о том, что есть глобальная идеологическая война. Есть два таких цивилизационных подхода. Один более традиционный. Это то, ну, скорее всего, о чем вы говорите, ну, поправьте меня, если я не права, что человек без веры вам не интересен. Но речь же идет не о том, чтобы человек там только ходил, причащался, крестился и так далее. Речь идет о том, что у человека традиционная система ценностей. Религия во все времена была регулятором нравственности. Это в первую очередь было про это. Что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Сегодня есть такое понятие новая этика. И значительная часть мира идет по этому пути. То есть отрицание традиционных ценностей, религии и того, что мы раньше понимали под добром и злом. Но это тоже модель новых каких-то нравственных основ. Вообще-то это модель безнравственных основ. Ну, неважно. В понимании западного общества это и есть нравственность. Свобода слова, свобода самоопределения, свобода... Очень много свободы. Вы уверены, что это свобода? Поначалу так казалось. Ну, если вы запрещаете своему ребенку поменять пол и вас отнимает ребенка, а вас ирает в тюрьму, это свобода? Мне кажется, что любой радикализм это не про нравственность и свободу. Начиналось это все очень, на мой взгляд, правильно. И мне кажется, иллюзии у вас в 90-е были, что это правильно. В свое время инквизиция, вообще-то это тоже было вполне себе нравственным мероприятием, пока это не превратилось в Средневековье, в то, во что это превратилось. Просто в какой-то момент, когда нет никаких самоограничений, любая нравственная система должна строиться на самоограничениях. То есть, например, моногамия или в Советском Союзе вот эта капиталистическая система потребления, сверхпотребление казалось очень даже неприличным. Модель западная, она вошла в тупик, и ей тоже нужно было где-то себя ограничить. Придумали культуру отмены. Может быть, она естественно возникла. Ну, то есть они тоже себе какие-то регуляторы стали придумывать и стали людей отменять, но уже по каким-то совершенно другим законом. Ну, так или иначе, это действительно два мировоззрения, два идеологических столпа. И получается, что мы пошли по одному пути, такому более традиционному, вот, мусульманский мир, Россия, Латинская Америка, не вся. Аргентина, например, насколько я понимаю, немножко иначе, чем Бразилия. Не хотим подождем немножко. Есть западный мир, это Европа, США, часть Азии, у которых несколько другие представления о добре и зле. И говорить о том, что плохо, что хорошо, каждый выбирает для себя, видимо, что плохо, что хорошо, как развиваться дальше. Уже нету и никогда не будет той Европы, прекрасной, старой, с чудным запахом кофе из бара с утра в Риме. Уже не будет американского кино 70-х годов с Джеком Николсоном пять нетрудных музыкальных пьес, или там кто-то пролетел над гнездом к ним. Уже не будет сенаторы. Этого не будет. Все. Это умерло. Европа под ядерным зонтиком Соединенных Штатов прекрасно развивалась, жила, толстела, была замечательная с точки зрения моды, нововведений, свобод, фестивалей, Каны, красная дорожка. Все замечательно, абсолютно. До момента, пока они за этим за всем просто тупо не потеряли иммунитет и свою трусость и бессилие. Они назвали толерантностью. И теперь начальник полиции Швеции в 9 часов вечера просит женщин по телевидению не выходить на улицу. Швеции. Вот и все. У них нет сил. У них нет новой крови. У них нет новых идей. Римский папа ползает по полу и целует ботинки там, я уж не помню кому, как и Мерунцам попасть в тренд. Мне это не интересно. Но система зашла в тупик, потому что любой радикализм это утопия. точно так же, как можно сейчас выбирать для нас особый путь, но если тоже это будет какое-то радикальное движение, наверное, немногим это понравится. Кто про это говорит вообще, про уйти в страшный путь жертву пропаганды? Что такое цивилизация? Это история, это культура, это все, что уходит в века назад, это все, что сделала эту страну этой страной, это все, что сделало Россию естественным и единственным мостом между Востоком и Западом, который воспринимает с легкостью и восточные ветры и западную культуру. Ну, вот это вот такие вот мы, да, огромные, с огромным количеством часовых поясов, самая большая, с огромным количеством вероисповеданий, разреза глаз, цвета кожи, и так языков. Это котел византийский. Америка тоже котел, только не византийский. Мы где-то все варятся. И в этом конгломерате, в этом сочетании, перемешивании кровей, культуры и так далее и заключается то, что называется русская цивилизация, русский мир, который не хотят, даже слушать о нем не хотят. Нас пытаются стереть с лица земли много веков, Наня, много веков, что писали про Ивана Грозного, за что убили Столыпина. При его реформах французы, которые приезжали сюда посмотреть, что он делает, привезли доклад. К 45-му году эта страна должна, ее население 340 с лишним миллионов, самая сильная валюта рубль и вообще войны могло не быть. Поэтому его убили. У нас в генах заложено это нежелание на кого-то быть похожим. Мой продюсер сказал, моя родина там, где меньше налоги. Я все понял, молодец, правильно, он так живет. Я же не говорю, что их надо убить. Я же не говорю, что перековать их да заменить расстрелом. Зачем? Пусть живут. Мы будем жить по-другому. Ну, пусть цветут все цветы, что плохого? Я просто не хочу, чтобы тут было так, как там. Вот и все. Ну, уже вряд ли и будет. А тут, кто хочет жить по тем законам, ему интересно это. Он сейчас свободно должен ехать туда и жить там без всяких ограничений. В вашем окружении есть близкие люди отличных от вас взглядов? Конечно. Даже родственники. Как вы находите общий язык? Очень просто. Я стараюсь доказать, почему я думаю так. Я верю в то, что я говорю. Я это говорю не потому, что я чиновник, не потому, что мне это нужно для того, чтобы добиться чего-то. Мы безогон снимаем бесплатно, не беря ни копейки, ни с канала, ни с государства. У меня договор с ними на рубль. Мне интересно это говорить, и я понимаю, что это оказывается интересно не только мне, потому что от 20 тысяч просмотров мы имеем сегодня от 12 до 15 миллионов. Плохие дни бывают у всех. Темные круги под глазами и тусклый цвет лица напоминают об усталости и хроническом недосыпе. Отеки и покраснения сигнализируют о неправильном образе жизни. Поэтому для максимального ухода за кожей дома я использую гаджеты Foreo. Мне очень нравится все, что делает шведский бренд Foreo. Их микротоки Bear настоящий хит, а это осень, и у бестселлера появилось обновление. Новые микротоки Bear 2 в таком же стильном дизайне стали еще более эффективны. Девайс оснащен четырьмя типами микротоков, которые проникают в глубокие слои кожи, стимулируют выработку коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится более упругой. Микротоки Foreo обеспечивают также лифтинг и лимфодренаж, а это совершенно новое качество кожи. Вот увидите, результат не заставит себя долго ждать. При ежедневном использовании кожа приходит в тонус, уменьшаются отеки, тон лица становится ровнее. Морщины тоже со временем разглаживаются, а овал лица становится более четким. Еще одна классная фишка Bear 2 – новые техники массажа. Снять напряжение помогает режим с воздействием на триггерные точки, а также пульсации, имитирующие технику шиатсу. Лично для меня Bear 2 от Foreo незаменимый качественный уход за кожей дома. Это не столько история про бьюти-ритуал, сколько про заботу и любовь к себе. Переходите по ссылке в описании, чтобы выбрать свой девайс. Я никого не учу, я ни на кого не давлю. Я ставлю вопросы, мне интересно самому на них отвечать. Кстати, в Википедии вы обозначены не просто как кинрежиссер, актер и так далее, но и как блогер. Так что вы, Никита Михалков, успешный блогер. Я вам скажу больше, что моя хорошая приятельница Наташа Разлогова говорит, слушай, знаете, какая-то интересная, моя подруга, у нее сын там 15 или 14 лет, и я его застукал, значит, он смотрит «Бесогон». Потом застукал с ребятами он смотрит «Бесогон». И она говорит, а чего он смотрит? Он говорит, такой крутой блогер, то-то-то все, пято-десято, интересно там, то-то все. Она говорит, а на фильмы вы видели? Он говорит, какие фильмы? Я говорю, а вы знаете, что он режиссер? Нет. У него «Оскар» есть? Да ладно! То есть, это высшая вообще победа «Бесогона», что я мог бы не снять ни одной картины, только заниматься этим. Но другой разговор, что прийти к этой правде можно только через то, что ты прошел. Из песни слов не выкинешь, вы успешный ютубер, в том числе. И каждый свой выпуск вы начинаете как раз со статистики. Вы рассказываете, сколько человек посмотрели предыдущий выпуск. На ютубе это делать не обязательно, потому что и так просмотры видны, но это, видимо, еще телевизионная привычка, чтобы как-то зрителей своих объединить и показать, вот сколько нас. Правильно я говорю? Конечно. Плюс у вас очень интересный антураж, эти стационарные телефоны. То есть вы показываете даже на уровне формы, что вы человек традиционных ценностей, без вот этих вот всех новомодных каких-то примочек. Кто только не оттоптался на нашем «Бесогоне», на нашей команде, на вашем покорном слуге и какие-то, так сказать, мелкие сошки, но там в средне были и более крупные. В какой-то момент не стало ли вам обидно, что «Бесогон» немного заслонил Михалкова? Абсолютно. Я абсолютно не чувствую груза сделанного. Вообще. Мы были с моим другом, замечательным художником, Копером, гениальным художником в Новосибирске на открытии фестиваля Артемьева. Первое отделение это была музыка Артемьева из моих картин. И одна музыка, вторая, третья музыка, из третьей картины, четвертой картиной. Я Копер говорю, ты представляешь, сколько я нахреначил? Я даже не помню мою картину половину, которую снял. Я не чувствую груза сделанного, поэтому мне легко. Вас называют величайшим российским и советским режиссером из ныне живущих точно. И тут Бесогон становится просто именем собственным. Сейчас вы больше ассоциируетесь с Бесогоном, чем со своим всем великим наследием. И... И... У меня нет рюкзака с тяжестью сделанного мною. Хотя сделал я действительно до хрена. Но у меня нет вот этого ощущения, что ты с кем разговариваешь. У меня абсолютно этого нет. Я презираю артиста, который всю жизнь рвется к славе, а потом, когда у него просят автограф, он говорит, ну наели, хватит дитя. Не могу больше. Я презираю этих людей. Я могу лукавить, но я не вру. Я не говорю неправды. Я не исполняю чьих-то просьб этого сказать, этого не трогать. Меня выгнали на 8 месяцев с телевидения из-за того, что у меня была передача с Грефом связана. Нужно бояться зависть, потому что, как это ни странно, именно зависть является основой всего зла на свете. Всего. Даже Христа распяли из зависти. Ты можешь, а мы нет. Это первое. А второе, это бояться правды любой. То есть, слушать правду и говорить правду. И страх правды тоже рождает зависть. Поэтому вот эти два основополагающих качества человеческих, бежать от зависти и от страха правды, это сильно меняет общество в принципе. Вы сказали о том, что в вашем близком окружении даже в семье есть люди отличных от ваших взглядов. Когда вы последний раз меняли свои убеждения, ну так вот прям, чтобы на 180 градусов серьезно? Я менял свои убеждения, когда я узнал, что произошло в стране за ельцинское время. Я не знал этого. И в сравнении с теми, кто претендовал тогда на власть, я выступал за Ельцина, не предполагая все то, что было вокруг. Я просто не знал этого. Было настолько катастрофически страшно. Вы понимаете, соблазн, ощущение безнаказанности и презрения к людям, они очень заразны. Когда я в Бесогоне, мне прислали бумаги, документы о том, как распродавался военно-морской флот и за сколько, самые крупные предприятия ВПК на 60% отдавались тем, кто нам сегодня объявляет санкции, я не мог в это поверить. Но это было так. Видите, к вам попали в руки эти документы. А люди, у которых нет к этому доступа, они должны как-то интуитивно формировать свое мнение. И многие сейчас боятся ошибиться. Думают о том, что сделаю два шага назад, подожду, пройдет время. Вот уже, когда все станет окончательно ясно, буду уже шашкой на голову. Скажите, а почему вы считаете, что нужно ждать, как оно там наверху случится? Вот я, я служу ни партии, ни государству, ни правительству, ни президенту. Я служу моему отечеству, как я его понимаю. Как я понимаю свое отечество. Мне не надо ждать, как оно, что мне скажут, туда и бежать, или сюда бежать. Я могу идти, может быть, по ошибочному пути, но это мой путь. Вы в начале нашей беседы сказали, что выбор надо делать всегда. А мне кажется, что в сложные времена конформизм может быть нравственным. В тяжелые времена конформизм приводит к предательству. Именно конформизм. В тяжелые времена почему я говорю про определиться. Именно в тяжелые времена нужно определяться. честность, это тоже нравственная категория. Нравственно думать о себе. Во-первых, не навредить себе, а во-вторых, не навредить окружающим. Это уже, как минимум, это уже нравственно. А бежать с какими-то политическими лозунгами, нельзя от этого требовать от людей. Вы себе можете это позволить. Вы великие, а мы невеликие. Уничижение плачь и гордости. Душа моя, почему все сводит к тому, что бежать куда-то надо с лозунгами? Я же не об этом говорю. Я говорю, определиться, определиться, это значит, надо определиться. Да, определиться, это значит, что я абсолютно точно понимаю, что то, что я могу в моих силах сделать для того, чтобы приблизить победу моей страны, я буду делать. И это абсолютно естественное желание. Потому что, если этого нет, и подождать, так сказать, как оно чем закончится, подождать, кто придет. Такие могут быть люди, конечно, но меня не вдохновляют, мне не интересны они. Так же, как мне не интересны сумасшедшие патриоты с идиотскими решениями, идиотскими предложениями. Обратите внимание, я в бесогонии очень жесткие вещи говорю про власть, про АП, когда я вижу, что это несправедливо. У меня нет возможности это закрыть, запретить, убрать, нет. Но я хочу об этом говорить. У Феллини в конце картины восемь с половиной Гвиду Ансельми в исполнении в Мастрояне говорит такую фразу. Я хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу. Я тоже хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу. Но правду. Ну вы же понимаете, что вы себе можете немного больше позволить, чем любой из нас. Вот я бы сейчас пошла куда-то с критикой АП. Что бы со мной было? Я же не говорю, давайте все будем хором говорить мою правду. Я говорю то, что я думаю, и то, что 12 миллионов людей это смотрят. А если вы почитаете комментарии, вы поймете, что они просто смотрят. Я почитала комментарии, у вас огромная фан-база. Просто там люди, которые этим живут, которых не слышно. Я в данном случае в результате получается не свое только мнение выражаю вот этих людей. Но это много. И это важно. Но у вас в Бесогонии есть очень много конспирологии. Это самая неподтвержденная информация, но очень логичная. Тоже окно Авертона. Я в своем телеграм-канале тоже на эту тему как-то рассуждала. В это очень легко упасть, потому что чем больше ты погружаешься, тем больше тебе кажется закономерностей каких-то логичных. Я решила поаккуратнее с этой темой. Ты уже начинаешь это видеть повсюду и понимать, ого, это технологии и это, скорее всего, технологии. Но так это или нет, мы же не знаем. И что? Я хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу. Это и есть конспирология, между прочим. Вы часто критикуете наше образование. ЕГЭ, дистанционное образование, вот эту всю электронную систему. Вы в этом очень последовательны, но вместе с тем научно-технический прогресс не дает нам возможности совсем отказаться от дистанционной работы, дистанционного образования. Вы сторонник того, чтобы дети современные были максимально по таким, как говорят, олдскульным лекалам, были воспитаны, обучаемы. И как Стив Джобс от руки писал до конца своей жизни. И дети его. Сидели в гаджетах час в день. Ну, про сидение в гаджетах час в день сейчас все нейропсихологи и все-все-все об этом говорят и действительно бьют тревогу. Но вот что касается цифровой части образовательных процессов. Невозможно совсем быть архаичным и отрицать прогресс? Я не хочу представлять узкомедицинский интерес. Ну, как можно отрицать прогресс? Просто дело в том, что для кого? Это прогресс для человека или человек для прогресса? Искусство интеллекта, нейросети в принципе исходят из другой цивилизации. Наша опасность заключается в том, что мы не будем развивать свою. То есть то, что будет касаться нас. Представьте себе, что вот есть мальчик бундеркинг гениальный, который взял и задачку решил по-своему. Не как в учебнике. И получил два. Потому что это не соответствует, так сказать, искусственному интеллекту его представления. Вот на выставке искусственного интеллекта Владимир Владимирович попросил сказку придумать. Ему тут же придумали это. Ему тут же придумал интеллект-сказку. Эта сказка может быть рассказана на голландском языке, на румынском, на французском. Это не сказка. В ней нет запаха, в ней нету флера национального, в нем нету того самого, чем является фольклор, скажем, для русского человека. Искусственный интеллект не придумает про конька-горбунка или про... Энергии и души там нет, но искусственный интеллект другие вопросы решает. Помогает оптимизировать другие процессы. Когда вот какой-то на заводе, чтобы ручной труд убрать, вот там это прекрасно работает. Я против этого протестовал. Я не дохожу до этого фанатизма. Просто мы смотрим результат того, что на что влияет. Допустите, на экзамене калькулятор, это значит, можно не учить никогда таблицу умножения и не уметь считать в столбик. Но этого нельзя не знать. Это основа того, что есть учение. искусственный интеллект будет истреблять средний класс и освобождать рабочие места. Может случиться то, что случилось в XIX веке в Англии, когда был бунт, так сказать, рабочих против машин. Для того, чтобы это не случилось сегодня, специально обученные люди, которые этим занимаются, будут заниматься усовершенствованием и усреднением мыслительного процесса у человечества в принципе. И если мы говорим об искусственном интеллекте, без которого нельзя жить, мы не найдем способа, чтобы этот искусственный интеллект был создан здесь, на основе нашей психологии, нашей психики, нашей истории, нашего культурного кода и так далее, и так далее. Мы опять же превратимся, так сказать, в тех, кого хотят из нас сделать. То есть вы глобально не против искусственного интеллекта, вы против универсального какого-то одного единого для всех унифицированного, так скажем. Человечеству нужно договориться. Мы же договорились по поводу сдерживания ядерного оружия. Это разумное, правильное и здоровое отношение к этому. Первый канал собирается делать ремейк «Семи самураев», где два артиста будут живые, а остальных будут оживлять. «Возможно сегодня?» Смотрите, дипфейки. Представь себе, что в «Семи самураях» пятерых будут играть Бондарчук, Крючков, Андрей Миронов и еще кто-то. Не возникает внутреннего ощущения, что это безнравственно? Нет ощущения, что тот человек, который сделал свое имя как Бондарчук, будучи тем, кем он был, взяв этот сценарий в руки, не швырнет его в угол и категорически откажется играть эту роль и говорить эти слова. Ну как? Есть родственники его. Интересно, интересно, клево, круть, но есть вещи, которые нельзя трогать, ну нельзя, стыдно. И как раз в этом и заключается обращение к человеческому интеллекту в борьбе с искусством. Что не так с ЕГЭ? Вставлять буквы и ставить галочки. Ну то есть можно пальцем в небо попасть и угадать. Это продолжение Болонской системы. Давайте, когда Фурсенко, будучи занимавшийся образованием, мы должны воспитывать не творцов, а потребителей. Ну эта фраза, она есть, она сказана. А что будут потреблять потребители, если не будет творцов? Это все отрыжка, попытка впрыгнуть вот этот тренд. У меня есть цитата вашего соратника, с автором многих ваших фильмов. Александра Добашьяна. Он подбирал людей так, будто хотел с ними прожить всю жизнь. Много лет мы снимали фильм одной компании. Михалков, оператор Павел Лебешев, художник Саша Самулекин, композитор Эдуард Артемьев, артисты Елена Соловей, Юрий Богатырев и другие. Не менялись даже водитель и кладовщик. Вот это вот желание работать с одними и теми же людьми. С чем это связано? Никогда не хотелось попробовать с каким-то актером-антагонистом поработать, с которым, может быть, было бы нелегко, но может быть интересно. Снимать кино так трудно, что еще экспериментировать, бери антагониста, для того, чтобы, так сказать, возвыситься над ним и победить. «На хрен мне это надо?» Трагедия в этих отношениях заключается в том, что у тебя не всегда есть работа для этого конкретного артиста. Они обижаются. Актеры, заканчивая картину, не хотят сходиться. Не только актеры, группа. Она может работать четыре года, как мы на «Утомленных солнцем-2» и «В последний день». Все. Ну вот все. Сняли. Сняли. А давайте, а вот чашку, давайте снимем крупнее, не может пригодиться. Чашку сняли. Теперь все. А вот в окне. И вот они не хотят заканчивать. Это важнее любой критики. А когда к тебе подходит бригадир-осветитель и после дубля говорит, Сергей, блин, это кино. Какая мне разница, что напишет какой-нибудь киновед про этот эпизод или про... Это не имеет никакого значения. Ну как не имеет? Вам же важна обратная связь. Вы же не в стол это делаете. Обратная связь у меня идет от зрителей, а не от киноведов. Это уж точно. Мы когда снимали сибирского цирюльника все актеры, которые играли юнкеров, даже когда мы снимали в Москве, они жили все в гостинице, это был в контракте, и никто ни разу не возвращался домой до конца съемок эпизода. потому что ты работаешь, 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 репетируешь, снял, потом актер уехал домой, там жена, мама, дети, проблемы. И он на утро приехал, он потерял 30% того, что вчера на работе. Поэтому это очень важно. Я вообще люблю снимать, просто брать группу, уезжать и привозить картину. Когда я читала про съемки в неоконченной пьесе для механического пианино, легенда гласит, что актеры разговаривали друг с другом на «вы», и они из образа вообще не выходили. Это правда? Или это немножко уже... Именно на съемках этого фильма встретились Калягин и Глушенко. Это да. У них там случилась любовь. Это правда. Я часто снимал, когда актеры не думали, что я их снимаю. Давайте пройдем, все, мне большую пуску камеры стоять. свет поставили. Давайте пройдем еще раз, как так, в полноги. И прошли. Ну, все, снято. Как? Я говорю, сняли. А я хотел здесь, я говорю, вот не надо ничего. Все, вот как есть, так есть, очень хорошо. Они думали, что мы репетируем. Это правда, что вы подрались с Нанной Мордюковой на съемках «Родни»? Нет. И что вы довели ее до нервного срыва? Да я довел ее до нервного срыва, это правда. Но вы назвали происходящее на съемках «Родни» корридой? У нее бывали такие ступоры. Вот она попала в угол и ничего не может. Мне нужна одну фразу была, чтобы она сказала, «Эх, ты…» Мы снимали на вокзале в Днепропетровске, массовка 500 человек там. И ей-то кажется, что это все так, как надо, как я прошу. Там началась уже истерика, потом она сказала, что это ты работаешь для КАН, я для народа. Потом пошел и потом ушла опять в купе, выпила там чего-то, потом вызвали врачей, потом все, таки кардия. Но мне нужно было результат. Но вы извинялись перед ней. Это было другое. Я был вынужден на громкую связь. «Народная артистка, Нона Викторовна Мордюкова, пожалуйста, выходите на площадку, вас ждут 500 человек, людей, которые должны заканчивать рабочие». И вот это все. Она вышла, опухшая, уже взяла билет на Москву, уже все, она уезжает. Она стоит, я стою за камерой, Паша Лебешев смотрит в камеру, я его так держу за руку, говорю, я тебе все скажу. И я так из-за камеры ей говорю, ну, милая, ну, посмотри, вот я засранец, понимаешь, по сравнению с тобой, пацан вообще, но я тебя унижаю, я тебя воскорбляю. Ну, ты же должна быть и матерью, и женой. Вот как? Я смотрю, как она начинает таять чуть-чуть. Всего-то на, всего надо сказать, просто простить меня. Просто, как взрослая женщина, простить пацана, вот сказав ему, эх, ты его, пашу, дрогу, он включает камеру, и она стоит на меня, смотрит, смотрит, камера работает. Я говорю, всего-то на, надо сказать, ну, прости меня просто. И она тогда, эх, и, ну, я говорю, стоп, снято. Но мы же с тобой должны ехать! подлец, я это все делала сорок раз. Я говорю, нет, это не то дело. Вот сейчас ты сделала то, что... Потом мы взяли четыре бутылка коньяку, пошли по... Вся группа перепуганная, что она уезжает, что это скандал, это конец, это все. Пошли по номерам, в обнимку, значит, со всеми братали, что мы помирились. Это правда, что она была в вас влюблена? Я думаю, да, но это обязанность всех актрис, чтобы они хорошо работали. У вас, кстати, самые откровенные сцены, как у актера, Никиты Михалкова, не были с Людмилой Гурченко? Самые откровенные сцены у меня были в «Утомленных солнцем». На этой сцене, нашей, любовной, под плащ-палаткой, ей нельзя, у нее нога сломана, возиться, поэтому взяли дублер, что такая пришла молочно-восковой спелости, девочка в Твери, только что поступила в медицинский техникум, ходила с прутиком. Я говорю, а она вообще знает, что будет происходить? Он говорит, ну, я стою, ради бога, нет, дам, дам, на, давайте. Я подхожу к ней, я говорю, здрасте, она говорит, здрасте. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, Катя, очень приятно. А вы будете снимать? Да, я буду вот дублировать Людмилу Марковну. Я говорю, угу. Я говорю, ну, со мной будете сниматься? Да, мне говорили. А вы знаете, что, какая сцена вообще? Она говорит, ну, не знаю, ну, мне не говорили особо. Я говорю, я говорю, ассистент, вы скажите вообще, что будет, потому что я получу по морде просто под этим одеялом. Накрыли нас этой самой плащ-палаткой, начали поливать, и Андром говорит, давай, я, значит, на нее влюкся. Он говорит, давай, крути жопой, давай, давай, давай. Я думаю, ну, что сейчас будет? Я вообще, так сказать, настарался. Стоп! Я говорю, отдайте воздуху, откройте. Что я сейчас увижу? Я открываю, поднимаю плащ-палатку. Она лежит такая, блаженная, с улыбкой, говорит, скажите, а как будет фильм из вас? Вы работали с Гурченко, с Гузеевой. Гузеева тогда была просто фантастическая красавица. И сами, как вот выяснилось, были просто к символам 70-х, 80-х, да может, даже еще и 90-х. На ваш взгляд, вот женщина уникальной харизмы из ваших современниц, это кто? Соловьеву Вику взял на картину «Солнечный удар». Я не мог найти актрису вот того, что надо, вот того, что хорошая актриса, красивая актриса, но вот той неосезаемости, что ли, и нашел совершенно случайно вообще в Киеве студентку, которая вообще даже не собиралась актрисой знать. Я в ней увидел вот эту неосезаемость, знаете, как тюль, которая чуть закрывает лицо. И это было как раз то, что надо. а если говорить про тех, с кем я работал, и мне было комфортно, скажем, удобно работать, Гузеева, она просто по нотам шла, была в таком состоянии, я бы сказал, сомнамбулическом. Но из профессионалов, это не говоря там секс-символ, не секс-символ, но Толстоганова, она технично невероятно совершенно, она ловила энергию и тут же ее выдавала. Она очень хорошая актриса. С точки зрения женской привлекательности, вы понимаете, почему такими звездами стали в свое время Андрейченко и Гузеева вот именно как секс-символы советского кино? Или это не ваш типаж? Секс-символ, не секс-символ. Есть тайна в человеке, есть в нем то, что мне интересно раскрыть, заглянуть. И это не имеет значения красавица, не красавица. Лена Соловей совершенно другое существо просто так для нее, скажем, дети, семья важнее, чем любая роль. Может отказаться от чего угодно, а Гурченко убьет за роль. Как вы относитесь к мнению, что Елена Соловей и ее образ в «Робе любви» это было такое вдохновение для последующего ставшего популярным образа Ринаты Литвиновой, что такая говорящая с придыханием, немного странная, немного экзальтированная. Чтобы мир вертелся вокруг меня, Господи, я, пусть даже не быть актрисой, может быть, просто учительницей. Лена Соловей в этом абсолютно естественна была, а Рината, на мой взгляд, неестественна. Взгляд со стороны на себя постоянный, как она выглядит. А как можно быть естественной в таком чуть блаженном образе? в Лене не было странностей. В Ринате есть странность, но я не всегда этой странности как бы доверял внутренне. Она интересна, она самобытна, но эта манера, она очень ограничена. Она не может выйти за границы вот этой того, что вы называете странностью. Она может быть вот в этой дороге, она может быть органична. Заложницы этого амплуа и из него тяжелее всего выходить? Да, безусловно. То есть никаких не то, что там народных ролей? Нет, нет, безусловно. Это у собак тоже одни охотятся, другие сторожат, баллонки лежат на диване. Это разные. Хотя все собаки. Почему Михалков актер никогда не играл роли таких ничтожных людей, как Карандышев? То есть ваши роли это всегда какие-то роковой паратов. Даже там проходимец-проводник из вокзала для двоих, но это всегда такие яркие, брутальные, харизматичные роли. Маленького человека никогда вы не играли. Неинтересно вам это? Ну, это тоже мое ограничение определенное. Вы же не можете представить себе боярского, играющего вафлю в дяде Иване. Актеры некоторые просто приговорены к определенным, так сказать, образом. Это не хорошо, не плохо, но это определенное ограничение. Я тоже ограничен. В ваших фильмах, которые принято называть ранним творчеством и которые особенно обласканы критиками и то, что считается классикой советского кино, есть одна драматургическая особенность. Ну, помимо того, что это более или менее камерные драмы, у них у всех очень мощный финал. Вот что свой среди чужих, чужой среди своих. Никакому ремарку не снилась вот эта мужская дружба. История, которая как будто ради этого финала писалась. Воробе любви просто вот это «Вы звери, господа» и этот мчащийся вагон. Господа, вы звери, господа, вы будете проклятой своей страной. В механическом пианино Мишенька, муж мой. Мишенька, ты устал, ты отдохнешь, мы снова будем счастливы. Боюсь, кстати, быть нескромным, у меня все финалы мощные. На «Робе любви» во время съемки налетел ветер, и вдруг ветер сдул весь, я не помню, там яму, они или вишни были, весь цвет вишни или яблок, и во время дубля вдруг снег пошел, просто полетел, как пурга началась из этих лепестков. Ну, такое бывает раз в жизни, все разрыдали, все смояли, вот это, да, вот это, Бог послал, вот это, то, что все ждали этого посмотреть на экране, действительно было очень мощно, потом я сложил картину и позвал Пашу Лемешова, и он не увидел этого эпизода, он говорит, а где я? Я говорю, я его выкинул, ты что, ты вообще, ты, ты что, ты больной? это, я говорю, мне самому это было очень печально делать, но дело в том, что на этой сцене за 12 минут до конца картины зритель выплачется, он выдохнет, и за 12 минут к финалу мы не наберем энергии, то есть для него эта сцена собственно и будет финалом, а наш финал другой, я совершенно убежден, что я был прав, это очень тонкая штука, на моем монологе в 12 финале я сыграл дубль со связами, которые покатились, у монитора сидел Борис Николаевич Любимов, мой друг дорогой, кум, ректор Щепки, мы посмотрели он же видит, что это затрачено, это работа, это хорошо сделано, но я говорю, Борь, по-моему, это лишку, нельзя выдавать, выпускать, он говорит, слушай, я тебе боялся сказать, давай еще раз, и мы сняли дубль, где они рождаются, но не выливаются, и это было лучше, это внутри есть, а наружу не выливается, это самое дорогое, когда энергия больше, чем ее выплеск. Кульминационный финал, это, получается, художественный прием ваш? Конечно, конечно. Ваше секретное оружие, музыка Артемьева. Михаил Чехов сказал, что любое искусство пытается быть похожим на музыку. Кино – это музыка, как и театр. Музыка, пластика, движение камеры. Я не могу написать музыку, но я, в принципе, знаю, что мне нужно, как по ощущению. И это Леша понимал, и это Леша развивал. В вашем Обломове это считается одной из лучших экранизаций русской классики. Это ваш несомненный шедевр. А почему вы в Обломове не захотели взять Богатырева на главную роль? Он же на ней мечтал. Он по фактуре, по органике был на самом-то деле Обломов, а не Штольц. Нет, ну потому что мне вообще в принципе Обломова предложил экранизировать Табаков. И мы уже сговорились, я не мог ни на кого менять. Я и Калягин обиделся, там все, нет. Но я думаю, что лучше Штольца никто бы не сыграл, чем Юра. И так получается, что такая роль на сопротивление ему досталась. А по сути, вот он такой вот созерцательный, Обломов в жизни был. И хотел сыграть его, потому что ему это было очень близко. У Юры был великий артист, он мог что угодно сыграть. Фантастической фактуры, просто невероятной совершенно. При том, что он играл Супермена в свойстве и чужих. И когда я увидел, как он складывает кулак, вот так, по-женски, я говорю, Юра, ты когда-нибудь дрался? Он говорит, нет. Но в результате все равно он был мужчиной, убедительным. Он научился ездить верхом за три раза. Мы с ним скачем, я с детства на конном заводе, мы с ним скачем там в горах. Колоссального совершенно диапазона, обаяния. Вот он, кстати, очень расстраивался, когда я снимал дальше, а он уже не снимался. Он был ранимый, поэтому для того, чтобы он достигал того, что мне надо, мне приходилось его оскорблять так, чтобы другой бы не выдержал. Я ему говорю, что ты абсолютно ничтожество, ты не актер, ты говно просто. Ты ничего не можешь, ты ничего не умеешь. А у него слезы появляются. Я говорю, ну что ты плачешь? Это плохо. То, что сегодня назвали бы токсичным обращением. С ним так, а, скажем, с Табаковым абсолютно обратно. Как вы относитесь к тому, что в школьной программе все сводится к банальной линии? Для нас обломовщина это было вот олицетворение всего плохого в русском человеке. Ваш обломов, он другой. Мы шли за Гончаровым. Гончаров хотел, чтобы любили Штольца, а сам любил обломов. Ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом. А завтра будешь проклинать себя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только, что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там? суп с мясом. Гончаров рациональный, не очень хотел, чтобы вот этот прогресс, Штольц был героем. На самом деле, обломов был пассивным, нон-конформистом настоящим. Фильм очень современно смотрится. По сути, Штольц такой лайф-коуч обломова, который теперь или никогда. И вот он его двигает вот к этой деятельной жизни. Вот мы сейчас живем в представлении того, что позиция Штольца единственно верная. И когда смотришь, фантастический просто диалог в бане. И вот здоров, богат. И в свои 60 лет выглядят моложе тебя. А зачем, Андрей? 60 лет надо выглядеть на 60, а не на 35. Верно. Только тогда и в 35 лет не нужно выглядеть 50 лет, как ты. Ах, Андрей. Ну, проживет твой золотопромышленник еще 100 лет. Заработает еще 100 обломок. А зачем? Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Каждому ли надо вот это вот бесконечное движение? Что вот в этой светской жизни? Там по-настоящему никто друг другом не интересуется, они сами все в душе мертвы. У меня все картины современные. Чего ты? У меня все картины современные. И дело в том, что при всей привлекательности Штольца, его активности, уме, деятельности и так далее, если читать роман, Обломов женился на вдове Пшеницыной и относился ко всем ее детям так же, как к своему сыну. В фильме тоже это есть. Да. Но Штольц, когда умер Обломов, взял только сына Обломова, хотя Обломов к остальным детям относился как к своим. Вот вам и ответ. Это доброта, доброжелательность калькулирована, взвешена. Зачем четыре еще человека каких-то? И вот сын, сын Обломова, ладно, возьму. А эти-то что? Про актеров, которые режиссеры считают своими или не своими. Вот абсолютно ваш актер Меньшиков. Есть легенда, что, например, Балабанов его очень не любил и не мог с ним работать, а у вас он был одним из любимых, можно сказать, актеров. Но в то же время вы с ним в какой-то момент разошлись, когда снимали фильм «Двенадцать». Говорили даже о том, что для вас это был чуть ли не удар, вот его отказ. Это действительно было очень болезненно? Не то, что болезненно. Это было катастрофично, потому что это было за два дня до съемок. Поэтому нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был, в общем, удар серьезный. Он боялся стареть, он боялся быть некрасивым, он боялся быть такой молью, такой Акаки-Акакичем, который вырастает в человека, который переворачивает ситуацию. А мне был нужен такой. И Менщиков не смог смириться с моей концепцией. За два дня до съемок написал письмо, что извините, я неправильно понимаю, или может я... Короче, я не могу, не буду. Это повлияло на ваши дальнейшие отношения? Я сделал выводы, но дальше мы снимали «Утомленные солнцем» два, и я должен был этими выводами не пользоваться, потому что нужно было работать. Он хорошо работал, работал много, но был еще один момент, который меня тоже ударил. Мы снимали сцену на лестнице, где Надя как бы узнает, что отец жив, и она плачет, и говорит, он жив, он жив, он жив. И мы сняли Менщиков, и потом надо было снимать Надю, и Менщиков должен ей был подыграть, а он уехал. И это было нехорошо, она не актриса. Она сыграла, все помог ей, но меня это профессионально оскорбило, я бы так сказал. Ну, все равно доработали, слава Богу. Почему именно Менщиков нужен был вам в сибирском цирюльнике, когда Юнкеру 16 лет, а ему было 36 на тот момент? Он меня умолил, он сказал, я сделаю все, что нужно, я похудею, я предложил ему сыграть Полиевского, того, кого играл. Башаров? Да, Башаров. У меня были другие идеи, потому что сценарий писался на Менщиков, но прошло 20 лет. Естественно, он изменился, но он так просил, так хотел, что я сказал, смотри, ну, тебе придется сильно поработать. Мы отправили его в клинику для похудания, там он потерял килограмм, наверное, 12, им занимались, и так далее, и так далее. Все равно это видно, но я не могу сказать, что я об этом пожалел. Все, что связано с юнкерством и с финалом, эта история, когда он признается Джейм в любви при генерале, это было хорошо. Хотя, конечно, так сказать, такой вопрос возникал у людей. Почему, если он, ну, он так хотел, что я не мог отказать ему. Сибирский цирюльник принято считать вот тем самым водоразделом, когда ваше творчество делится на раннее и позднее, и вы уходите от камерных драм, от такой формы, которая легко ложится на театральные постановки, и делаете большую, масштабную работу. Это был настоящий эпос. Почему вы решили обратиться именно к этой форме, и связано ли это было с тем, что в то время как раз у вас возникла идея вернуть самосознание униженному народу? Такая идея была в принципе, потому что офицерство, юнкерство, это то, что вызывало во мне интерес и уважение. Мне хотелось сделать масштабную картину. Мне было это интересно, страшно, но очень интересно. Но это не так, что это стало подразделом картины 12, камерная картина, картина урга, камерная картина. Но мне хотелось сделать открытое признание к яркости и благородству страны. Мне хотелось это сделать. Поэтому мы ввели туда американку, которой все равно нужно объяснять, что есть, что, что такое Великий пост, что такое Масленица и так далее. Вообще в этой удивительной стране все в крайностях. полуголые мужики на льду реки лупят друг друга до полусмерти, а потом просят друг у друга прощения. На войну с песней, под венец в слезах. Мы эту картину пели, она летела. Трудно было, но она вся так или иначе наполнена лихой любовью ко всем этим людям. Вы замахнулись на эпос. Это был поистине голливудский размах. В тот момент что происходит со страной? Страна не понимает свой путь. Люди живут фактически в нищете конец 90-х. На месте бывших киностудий чуть ли не торговые центры строят какие-то автозаправки. Вообще непонятно что происходит. И тут фильм с огромным бюджетом, красивый, роскошный, и он становится главным хитом. Униженный народ. И тут вы возвращаете вот это самосознание. Это Джейн, который вашим голосом рассказывает про то, что этот дремучий иррациональный народ, ну вот в нем есть вот такая сила и такое обаяние, и вот они на масленицу вот что творят. И вот тут может этот генерал съесть стакан. Вот это еще. Еще. И в этом во всем есть, конечно, какая-то сумасшедшая энергия. Вот это был тот момент такого нестыдного патриотизма. Тут не было такого рационального дай-ка я покажу народу, как он прикрадил. Нет, это был мой выбор, это был мой ответ самому себе, бросьте, ребята, это не так все, как вы хотите представить. В этом было, да, и это очень раздражило. Это заставило либеральную прессу за семь лет до выхода Утомленных Солнцем 2 начать мочить эту картину. За семь лет. Найдите в Ютьюбе провал фильма Утомленный Солнцем в Афганах. Сибирский цирюльник напугал ту часть нашего общества, которое вы называете элитой. Я не мог понять, что случилось. Утомленный Солнцем 2 последовательно уничтожил, за семь лет начав. Вот уже где конспирология. Это так интересно. Но я понял, что это к этому отнеслись серьезно. Ну, то есть вы неуспех Утомленных Солнцем 2 связываетесь с тем, что велась против него масштабная работа. Даже представить себя невозможно. Это очень важная картина, очень важная картина для меня. Это картина о Боге на войне. Почему идут 4 человека, один остановился пописать, три прошли дальше, тех троих нет, а он еще и писает. Почему так? Почему этак? Почему он жив, а их нет? Как это регулируется? О, Господи, эти самые черная пехота с черенками, где он это видел? Это все против советской власти, против кто-то наоборот сталинист, хрен знает что было. Маленький паучок, который попадет в оптику немецкого пулеметчика и будет мешать ему целиться. Когда пулеметчик высунется для того, чтобы его снять, он получит от снайпера пулю в лоб. А когда он упадет, он перевернет керосиновую лампу. А керосиновая лампа, которая перевернулась вместе с керосином и огнем, сгорелась с нотой, которая там есть. Но есть такое понятие эффект бабочки. бред, фантасмагория, сказка, но это не кино про передвижение воинских частей, такой-то бригады, такой-то армии, это про другое, это притча. Я делала интервью с Милой Шембековичем, и мы спорили по поводу этого фильма. Я рассказывала ему, что я великий фанат вашего творчества, но я тоже не поняла этот фильм. Для меня оказался слишком сложно сочиненным. И немножко пафосным, даже афиша такая пафосная. Я, наверное, принадлежу к числу людей, которые очень любят ваши камерные драмы, и сибирского цирюльника тоже. И Бикович объяснял, соизмерял каждый шаг. Нет случайных реплик. Что значит 20 шагов назад, в 20 веке, своим следам, к своему источнику, к своим корням. Это уже не находится на земле, это уже в неком пространстве метафизики. Как все его фильмы, они заходят в метафизику. Мне кажется, если я интуитивно не сочетала, меня можно, конечно, научить смотреть это кино. Нет. Вы подсознательно находились под всем тем флером, куда опустили картину. Ее опустили картину не 3 человека, не 5, не 10. Люди, которые я вам говорил, не хотят заканчивать картину, это 400 человек, которые 4 года работали, это знак того, что это не может быть так плохо, как это хотят предиспособить. Это нереально. Уверяю вас, если вы найдете время и раз в вечер посмотрите по одной серии «Утомленный солнцу 2», уверяю вас, совершенно другое ощущение моего. Это картина, которая вышла лет на 8 раньше. Это нечистолюбие, не желание оправдаться, но это не может быть плохо. Это может быть непонятно, может подойти к этому с другой стороны, искать в этом документальные какие-то истории военных лет, но это притч, это сказка, ее надо так смотреть. Вы знаете, у меня, например, бывали интервью, которые я безумно люблю, и я считаю, что я так почувствовала героя, и что он так мне открылся, но они не набирали много просмотров, но мне было все равно, я думала о том, что я получила удовольствие, вот тот зритель, который мне сделал даже эти 300 тысяч просмотров, вот я с ними на одной волне, а бывали, и не понимала, почему они такие миллионы собирают, ну не лучшее из того, что я делала, но так бывало, может быть, конечно, уже как-то это вмонтировано в сознание, что не смотрите там это плохое кино, но я готовясь к интервью, я все равно пересматривала, где-то я посмотрела Обломова, потом еще с мужем посмотрела, ты должен посмотреть, это гениально, давай посмотрим, потом еще позвонила маме, пересмотри Обломова, и она мне звонила, спасибо тебе, удовольствие, которое я получала, мне не приходилось себя преодолевать, или тот же сибирский цирюльник, я прежде, чем его посмотреть, еще раз перечитала всю критику, а ее очень много, на меня это вообще никак не повлияло, потому что я тоже получила огромное удовольствие, я понимала, почему вы там, как говорят, заставляли их нюхать русский снег, и водили в Третьяковку, да чувствовалось там, это прям энергия, энергия, вот оно, если она есть, то она есть, кто бы там что ни написал, здесь мне было тяжеловато, вот фильм Коппол «Апокалипсис сегодня», он же тоже был непонят, долгое время, не очень нравится. Но кто-то его считает шедевром, кто-то его не понимает. Сделайте усилие, посмотрите сериал, потратите вечер по 40 минут, посмотрите. Милош, он прям с таким к вам, конечно, невозможным пиететом. Вы знаете, как у меня стал сниматься? Нет, не знаю, кстати. Я его, я видел фотографию его, видел кусок его фильма, я позвал его, он приехал, ну, все мимо. Ну, и как по обыкновению, большое спасибо, мы вам позвоним, до свидания. Он говорит, ой, спасибо вам большое, вы знаете, я уезжал, когда у меня брат монах, и я к нему заехал в монастырь, и сказал, что к вам еду, а он мне сказал, говорит, езжай, будешь сниматься. Я его твою мать. Я думаю, сейчас он приедет, брату монаху, я ему сказал, я ему не позвоню, не позовем. Я его взял, потому что брат монахов и сказал, что он будет сниматься, но сделал звездой русской. Видите, как он зашел с козырей и знал, что вам сказать. Не думаю. Я думаю, что это не была заготовка. Это не было. Я бы это почувствовал. Ну, конечно, он в таком году он снимался. Он снимался. Особенно Магомаеву. Он в черном парике. А море, море. А какой ваш самый любимый свой фильм? Что вы спрашиваете глупости? Ну, как? Почему глупости? Очень интересно. Когда ты вспоминаешь фильм, и ты вспоминаешь, как ты его снимала, и да это было, и что это было, и кого ты любила, и как? Это невозможно. Сказать, кокетливо ответить, он еще не снят. Это не надо. Вы же любите свою жизнь? Да. Ну, вот, я люблю свою жизнь. А кино – это моя жизнь. Ну, может быть, в какой-то период времени вы были особенно счастливы, пока работали над фильмом, когда его завершили, какое признание получили. Это же все важно. Все складывается в один такой пазл. Вот у меня есть ваш любимый фильм, у моего мужа есть ваш любимый фильм, у моей мамы есть ваш любимый фильм. У вас и должны быть мои любимые фильмы, а у меня не обязательно. Это же может не совпасть. И не должно, мне кажется, совпасть. А это нехорошо, будет обидно. Вы не снимаете кино про то, как не надо, как плохо. Любое кино, где нет созидательного начала, для вас лишено смысла снять какую-то чернуху про Россию. Ну, можно проехаться по России, понаснимать, есть что поснимать, действительно. И все известные проблемы поднять, тут и коррупция, тут нищета, тут пьянство. И в целом, если не дать ответ на вопрос, как, а что, собственно, делать, вы считаете, что такое кино, да, оно может быть фестивальным, с таким кино можно куда-то поехать и выиграть очень много призов, потому что такую Россию любят видеть. Но это не то, что вам было бы интересно. Вы все-таки за то, чтобы отвечать на вопрос, и как бы вы на этот вопрос сегодня ответили? Ты можешь снимать про что угодно, как угодно жестко и жестоко, если там нет любви. Мне неинтересно рассматривать глазами режиссера ту мерзость, которую он разглядывает. Если я вижу это, ты должен внутренне понимать, чем ты можешь помочь, или как это может повлиять на людей, для того, чтобы они вышли с желанием изменить что-то. Они сказали, ну какой кошмар, неужели это я? Вы так, мне кажется, нетривиально подошли к этому интервью, никаких... Я готовился, знаете как? В смысле, вы даже не попросили ни вопросов, ни тем, ничего не хотите согласовывать. Это просто невероятно. Вы не представляете, сегодняшнее время на Ютубе это роскошь. Сейчас каждый герой, о чем будем говорить? Нет, эта тема мне неинтересна, нет, сюда. Нет, вот так. А покажете мне, вот, а потом отрывочек пришлете, как я там смотрелся? Я ожидала такого подхода и тут такая роскошь. Это уже давно забытые герои. Хуже нет получить вопрос, я их терпеть не могу вообще. Просто если вопрос спонтанно задан глупо, я его и скажу, что это глупо. А на что-то скажу, не хочу я об этом говорить. Вас хорошо, что вы не самолюбуетесь, это приятно. Хотя могли бы, конечно. Когда я готовилась к этому интервью, это была ситуация, как вот на уроках философии. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Вот чем больше вот в это во все я погружалась, здесь ваше творчество, тут революция и гражданская война, тут Нонна Мордюкова, здесь Анастасия Вертинская, тут Кончаловский, тут Сергей Михалков. И вот это вот одно за другим, и ты погружаешься, ты погружаешься и понимаешь, что чем дальше ты копаешь, тем больше ты в какой-то бездне. Такой массив информации, и вся она важная. И я уверена, что все равно найдутся люди, которые скажут, о другом поговорить надо было. Ну, с вами можно 10 часов писать, 10 дней по 10 часов писать, все равно кто-то скажет, и об этом не поговорили, и о том не поговорили. Да хер с ним. Поболтали маленько, чуток, кратенько минут 600. Субтитры создавал DimaTorzok